Посадки 2015 года. Вот они. Это дальневосточные абрикосы. Но в данный момент мы будем говорить только о яблониках. Почему? Пришла их пора. Абрикосы от плодоносили уже месяца два назад, в конце июля. Смотрите, последние плоды. Но это не простые плоды. В этом саду только элита. Элита мировая. Громко сказано. А это Сибирь, а это Шушенский район. И сейчас мы с вами будем говорить о конкретных результатах, чтобы это не было лапшой, которая забит весь интернет. Весь интернет забит лапшой. Так, пойдем. Мы пропускаем вот это. Вот. Скажется, ну какая мелочь, да? Какая мелочь? Надо вас удивлять. Давайте удивлять. Итак, что такое мировая элита? Голден Дели сейчас. Но переделанный. Последний. Здесь, знаете, вот у меня раньше бы сняли, здесь вот такая, знаете, была гроздь огромная, висела. Вот. Но все, что осталось. Интересно, что яблоки на ней разновеликие. Вот таких мелких. Вон висит еще. Видите, мелочь? Вон она. Вон она. Вот. Да вот таких вот крупных. Но есть не крупные, нет. Есть очень крупные. Сейчас я повешу на шею. И мы с вами разглядим. Ну, удивлять так удивлять. Вот. Что скажете, откуда он такой взялся? А вот, смотрите. Вот. Видите, нет? Он, чтобы не было сомнений. Так и висел повыше. Вот тут он висел. Вот. Посмотрели. Я их специально оставил для съемок. Видите, портится уже. Вот. Есть средненькие. Вот такие вот. Они еще больше окрашены. Что интересно? Знаете, что интересно? А что на соседнем дереве, к сожалению, на нем ничего не осталось. Это тоже golden delicious. Вон где-то из травы торчат зелененькие. Видите? Он чисто зеленый. Он не должен быть таким. Жаль, что уже ничего не осталось. Вырожай собрали. Я не думал, что буду делать съемку. А на этом прощепление сось привело к тому, что они вот до такого уровня. Вот до такого уровня. Посмотрите внимательно. Я же их не привязывал к дереву. Видите? Смотрите внимательно. И вот я взял и назвал его наглую. Знаете как? Golden. В скобках золотое. Это я перевожу. Железова. Потому что никто никогда уже Golden его не назовет. Согласны? Или нет? Вот так вот. Такие они есть. Ладно. Теперь еще удивлю. И тогда поговорим уже. А как же их вырастить-то? В средней полосе. В севере Европы. Во всей Сибири. Дачной Сибири назовем. Конечно, не за полярным кругом. Вот. Второй пример. Вот это вот сохранилось чудом. Ну, сюда я гостей не вожу. Яблочки я собрал. Что осталось? Смотрите. Чтобы... Видите? Сейчас я его... А, давайте рассмотрим вначале. Итак. Два дерева рядом. Это сорт Богатырь. У него интересное родословное. Когда-то достал у Чижика. А он достал у Рассашанской станции садоводства. Вот. И у него они были такого бежевого цвета. И очень похожи, правда, именно на Богатыря. Вот. А пожил он у меня 20 лет. Видим мощность ветки на ранетке. Не просто привит на ранетку, а на скелетную ветку. Но мощную. Пожил там. Вот. Стал краснеть, краснеть. Но по-настоящему покрасил только тогда, когда я ранетку пришлось пилить. Там время прошло. Исполнил 35 лет. Вот. А веточку спас. Перенес сюда. И она полностью окрасилась. Давайте посмотрим сейчас. А. Рядом у меня растет... Венгерка. Венгерка, которую я добыл на Украине. Так. Вот она красавица. Посмотрите, какие просто. У меня стала проблема. От какой дерево избавиться? Оба выдающихся. Ну вот скажите мне... Вот смотрите мне. Смотрите мне в глаза и говорите. Это выдающийся сорт или нет? Вы скажите, как мне сказал Чернобаев, которому я принес для того, чтобы это... Он у нас специалист, дегустатор. Он сказал, нет. Но я говорю, он вот такой был, даже еще светлей. А стал вот такой. Представляете? Вот. Чтобы не было сомнений, я на ваших глазах срываю вот это вот яблоко. Глядите. Вот. И когда я был молодой совсем, у меня первые успехи от зависти говорили, железу покупают яблоки на этом. Вот последнее. Ну еще пусть повисит. Видите? Вот. Что железу их покупают на рынке. Вот. Хотя у меня уже тогда результаты были хуже... Вернее, рыночные были хуже моих. Мои лучше. Вот смотрите. Итак. Вот. Вот это яблоко. Видите, они, да? Смотрите. Они. Вот это яблоко. Оно раньше упало. Я возил Чернобаеву, вернул обратно ради этой съемки. Почему? Оно самое выдающееся оказалось. А в среднем они вот такие вот. И окраска у них была еще светлее. Почему так получилось? Наверное, повлияло ярко-красное по двое. А по двое у них служат сибирки. Но оккультуренное. Я с ними вас познакомлю. Наступила проблема. А почему так близко растут? Ну, потому что вот здесь вот ряд. Видите? Прекрасные груши. Они уже оплодоносили. Жаль, не могу угостить. Вот этот ряд. Постоянный. А вот это вот здесь не было такой мощных, который уже давит, их не было таких мощных абрикосов. Потому что садил я абрикосы эти весной 2015 года в виде однолетних саженцев. А и это постоянный ряд, только позже садил. А тут была грядочка на солнышке, не мешало. Эти были не выше моего роста. Сергей, это питомник. Так в междуряде были. Самая крупная, самая мощная. Мы оставили навсегда. Вот они. Теперь что получилось? Это мне даст десяток великолепнейших. Великолепнейших десяток этих черенков. Это тоже даст черенки богатырь. Это у меня единственное дерево осталось всего. Вот. Я имею в виду на постоянке. Какой выбрать? Наверное, пока не начнут давить друг друга. Они будут давить друг друга, а потом их задают окончательно вот этот абрикос. Потому что он еще и влечится, а в размерах будет раза в три. Ну, эта густота связана тем, что у нас для лучшего сада России нет места в России. Так сложилось. Миллион рублей. Только... А здесь было пусто, голо. Вот. А сейчас сами видите, что... А было пусто и голо. Посмотрите, как плотно все растет, да? А вот. Сейчас так. Надо поговорить про подвое. Обратите внимание на агротехнику. Никаких искусственных штамбов. Никаких. Видите? Повторяю пятый раз. А вообще сто двадцатый раз. Никаких искусственных штамбов. Как растет, так растет. Раны делать нельзя. Вмешиваться нельзя. Прививка. Это несостоявшаяся боковая ветка. Так нет. Прикрутили, примотали, привили, выпрямили. Да еще видите, как криво получилось. И вот, если вы хотите иметь такие плоды, не делайте зла дереву. Не делайте искусственный штамб. Старайтесь сохранить все ветки, начиная от самых нижних. Это попутный совет. И где бы вам еще найти что-нибудь. Такое. И закончить именно вот этот фильм. Вот. Надеюсь, я вас удивил. Потому что это Сибирь. А Голден Дельш. А это что такое? А почему до конца не собрали? Так. Так, так, так. Приросты. Смотрите. Ой, красавцы. Такие мощные приросты. И такая толщина. Вот такая вот. Только у Жигулевского. Я называю корольца. Пусть отечественный сорт. Вот. Но. Посмотрите на эту красоту. В этом году. Невероятная окраска. Вот она. Вот это классическая Жигулевская. Но не каждый год. В прошлом году не было такой яркой краски. Уже хотя бы потому, что было холоднючее, пасмурное и дождливое лето. В этом году солнца было побольше. Как вам загар? Видели? Вот одна. И вот вторая. Еще. Еще загорели где. Все понятно, да? Вот с чем я вас познакомил. Вот. На том участке Сергей Железов уже все собрал. Я хотел еще там показать. Там есть несколько уникальных сортов. Я бы хотел их показать. Вот. Смотрите. Мимо идем, да? Ну, пусть здесь не осталось плодов. Вон последнее. Неказистые. Гнилые. Я их никогда не убираю. Это тоже часть агротехники. Они остаются. Любое. Чуть подпорченное. Там это. Вот. Их мыши едят. Их едят кто угодно. Там. Склевывают птицы. Они же вкусные. Их едят эти самые. Очень любят муравьи. Их любят пчелы. Вот. И я всегда их оставляю. И наоборот. Никогда не убираю. Ни траву скошенную. Ни листья. Вот сейчас показать вам. Ну, хотя бы издаля. Да, вот вы же видите. Здесь остатки питомника. Вот они. Да? Уже мешают. Вот. Они не будут проданы. Надеюсь, весной. Здесь я вздохну свободно. Потому что деревья разрастаются. И начинают мешать друг другу. Посмотрите. Все остается на месте. Никаких сборов. Все это тупая. Тупая лишняя каторжная работа. Все собрать. Выгрести. Потом. Перекопать. Глупость это. Ну, и формировка. Видите. Началось с того, что были привиты две почки. Веточка с двумя почками. Так. Вот. Одна оказалась. Назовенная скелетной. Ростовой. А вторая поменьше. Видите. А если бы по одну привали. Могла быть дерево вот такое. Или вот такое маленькое. А так. Получилась боковая ветка. Но я ее не трогаю. Никогда. Она кормит. Самые нижние ветки кормят. Корни. Об этом не знает никто. Вот. Вот. Сейчас тысячу людей меня, допустим, послушало. Или там пять тысяч. Вспомните из вас. Кто из вас про это знал? Нет. Вас должны были заставить. Уничтожить. Вот эту ветку. Вот эту. Вот эту. Вот эту. И сказать. Нужен искусственный штамп. Почему железо до сих пор не искалечил дерево. Это просто удивительно. Так. Все, друзья. Этот фильм первый кончается. Мы не все яблони увидели. Так. Не все. Так. Давайте тогда. Колновидки я показывал в фильме. Не знаю. В вашем фильме. Для Галкиного сада снятого. Если нет, то еще отдельно. Жалко уже нечего показать. Вот здесь прекрасные росли. Прекрасные росли. Колновидные яблочки. Все, что ли? Да, наверное, все. Ладно. Кто не успел, тот опоздал. Так, друзья. Закончим. Вот. Уже осень наступает. Ну, до встречи в следующем фильме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok